Всем привет! У нас сегодня очень интересная тема, очень интересный эксперт в гостях. Сейчас мы пригласим Катюшу. Пока я побалуюсь с масочками. Привет, Лен. Привет, Катюш, привет. Привет. Сегодня Вселенная решила, что день у меня начнется по-другому. С эфира, а я окрасилась. У меня ребенок взял такой спонжик, который, знаешь, обычно в тени кладут, и запихал себе в нос. Вот. И она у него сломалась. В итоге мы ездили в больницу, доставали эту штучку, эту палочку. Ну, все благополучно, в общем, все нормально. Все нормально. Вот у вас приключения. Вот сидела рядом со мной, мать не досмотрела. Ну, такое бывает. А я только, знаешь, Катя, не умею прикреплять тему. Вот. Я, честно говоря, тоже. Да, сейчас я попробую. Близость отношений. О, слушай, вот она у меня эта, но я не знаю, она закрепилась или нет. Вот. Тема нашего сегодняшнего эфира – это «Близость в отношениях». Я хочу, чтобы, наверное, Катюша сама себя представила. Она сертифицированная тренер по работе Байрон Кейте. Ну, и ты расскажи пару слов о себе. Хорошо. Ну, работа Байрон Кейте, я к ней пришла три года назад. Я закончила программу Ольги Берг в Центре самопознания, в программе консультантов. И почему, допустим, эта тема сегодня – «Близости отношений». Да, просто еще лет шесть назад я прочитала книгу одного американского сексолога Дэвида Шнарха. И он, то есть я впервые, наверное, увидела в этой книге такой совершенно другой взгляд на тему интимной близости. Да, он там описывает, например, про сексуальные проблемы, как это решается, но совершенно с другой точки зрения. Именно с позиции близости, то есть близость, контакт друг с другом, как основополагающий фактор для рождения уже и желания, и страсти. И когда мы, допустим, спустя там 10-15 лет теряем этот контакт, чувство близости с партнером, уходит из страсти желание. И он там на примере пар, которые там по 20 лет в браке, где, казалось бы, уже все... Все давно уже угасло, да? Да. Там мхом поросло, и, ну, прямо на примерах там видно, как пара начинает оживать. И для меня было такое потрясение. Думаю, ну как, он же вроде даже ничего не делает. То есть он не дает каких-то техник, он не работает там, делайте то, сделайте так. Но там есть у него определенные там задания, но по сути он идет не через внешние какие-то стимулы, а через внутренний мир человека. То есть он показывает, как через интимную близость мы можем лучше узнавать самих себя. И в то же время показать свои ограничения и страхи. И что именно вот эти ограничения нарушают нашу внутреннюю целостность и делают уже то, что происходит отдаление в паре. И его вот консультации с парами приводили к тому, что каждый партнер начинал чувствовать себя более гармонично, более целостно, в лучшем отношении с самим собой. И это волшебным образом влияло на их ощущения друг друга в паре. И для меня тогда было настолько удивительно, это прям выглядело как волшебство. Я подумала, господи, я хочу что-то такое похожее в своей жизни реализовать. И вообще об этом должен знать каждый. И я тогда книжки эти рассылала, никто их, конечно, не читал, потому что они... Алло. Катюша. А ты зависла немножко, ага. Да. Но потом, спустя три года, я встретила работу Байрон Кейти. И меня поразило как раз то, что работа Байрон Кейти, она тоже ведет нас к улучшению отношений с самим собой. К возвращению вот этой целостности внутренней, такой самодостаточности. Да, то есть делает нас более зрелыми личностями. И все это вот как-то так соединяется. И получается, что именно реализуя, практикуя работу Байрон Кейти, можно достигать тех вот результатов, которых пишет там тот же Шнар в своей книге, описанная, какая динамика в пар. Катя, а вот расскажи немножко, что такое вот, кажется, нашим подписчикам непонятна работа по Байрон Кейти, да? Вообще, что это такое за метод? Ну и может какие-то есть такие, может, краткие скрины, как вот, ну, допустим, там уже многие знают, что такое нумерология, там, астрология, там. Вот это хилинг, да, вот, а что такое работа по Байрон Кейти, мне кажется, для многих это загадка. Да, особенно слово работа. Что это такое? Что это такое за кошмар эта работа? Ну, в нашем русском сознании это вообще какая-то другая ассоциация с работой. Ну, работа в Байрон Кейти, это больше такой процесс, это метод исследования собственных мыслей и убеждений. Это, ну, если так, вот, ты говоришь, там, нумерология, астрология, это хилинг, но это ближе к когнитивной терапии. Но это не когнитивная терапия, да, вот в классическом варианте, но это, по крайней мере, близко. Мы исследуем свои мысли и убеждения. Ну, наверное, это уже не секрет, что наше состояние, наше поведение, наши реакции, эмоции, да, определено тем, во что мы верим. То есть, однозначно. Мысли в нашем уме проносятся, соответственно, эта мысль, если мы в нее верим, она уже определяет нашу реакцию, определяет наше поведение. Ну, и, соответственно, часто мы живем с идеей, что то, во что мы верим, это и есть мы. Да, согласна. Мы как бы с этим сливаемся, да, и говорим, это же, ну, это мой мир, это я, я так чувствую, я так вижу. А еще находим подтверждение своим всем, во что мы верим, да, то есть мы идем не отобраться. Спасибо. Спасибо. Алло. Мы висим друг у друга, я не знаю, кто будет. Сейчас все хорошо. Да. Да. И получается, что не всегда то, что мы верим, является истиной. Угу. Но мы об этом не догадываемся зачастую, да, мы твердо стоим на своей истории, да, мы ищем доказательства этой своей правде. И, ну, проблемы в этом нет. И находим. Находим, да, и все, все бы ничего. Единственное, что в нашем уме, в наших историях свой план, а в реальности свой план. Ну, то, как исходит жизнь. И так часто бывает, что то, что предлагает нам жизнь, не совсем совпадает с тем, во что мы верим. И вот в такие моменты наступает то, что мы называем стрессом. Событие идет в одном ключе, а в нашем уме, ну, в нашем уме, говорит, должно быть все иначе. Из банального, там, на улице слякать, да, должно быть, не знаю, хороший снежок, погода, там, ну, заканчивая какими-то такими судьбоносными вещами, от меня ушел муж, там, меня уволили с работы, мой бизнес развалился, да. То есть происходит то, чего мы не ожидаем, не планируем, но иногда даже к этому и не готовы бываем. И внутри, конечно, с происходящим возникает конфликт. Мысли, в которые мы верим, они не совпадают с тем, что есть. И вот это вот несовпадение создает очень сильную эмоциональную реакцию. Он ходит, да, развод, там, или жена подает на развод, этого не должно происходить. И человек пока верит в эту мысль, этого не должно происходить. А он подписывает уже заявление, там, допустим, о разводе, да, каким он будет себя ощущать, когда он верит, этого не должно происходить. Он будет чувствовать себя несчастным, и из этого состояния он будет жить, ну, какой-то период времени, да, ему нужно будет что-то там восстанавливаться. И вот работа Байрон Кетти, она как раз помогает нам преодолевать такие стрессовые моменты в жизни, брать вот наши эти все мысли, записывать их на бумагу и пропускать через исследование. И исследование позволяет эту мысль, да, нашу подвергнуть сомнению, а так ли это на самом деле, то, во что мы верим, действительно ли это правда. Ну, с этого начинается первый вопрос исследования. Ну, результат работы Байрон Кетти, это когда мы начинаем в происходящем видеть ясно, то есть мы обретаем определенную ясность, не то, что нам наш ум говорит, как должно быть, а именно ясно видим происходящее, и это позволяет нам соединяться с жизнью, соединяться с происходящими событиями. И мы начинаем испытывать даже благодарность тому, что есть. Чем событиям, которые произошли, да? Да. Искусственно, да, у нас там учат, будьте благодарны, принимайте все, будьте добры друг другу, любите всех всем сердцем. Ну, как бы у нас есть этот положительный импульс это делать в жизни, но мы не можем. Пока мы верим в какую-то историю о том, что есть, да, мы можем сколько угодно там внушать себе аффирмациями, я благодарен, я благодарен, а внутри точить зуб на человека, держать обиду годами, 10-15 лет, и это в себе. Ну, часто у нас родительские истории про это. Да, ты сейчас рассказываешь, у меня, у тебя такой голос, я прямо впала в медитативное состояние какое-то, как будто на каких-то там, вот эта волна находилась вот сейчас, вот ты вот все это рассказывала, то есть... У меня сейчас просто два часа сессии было, я еще, наверное, в процессе. Катюша, слушай, а вот к теме, да, вот про взаимоотношения, вот смотри, вот почему сейчас в мире так, да, много вот активных таких и мужественных женщин, да, и очень много слабых, мягких мужчин, да, все-таки же получается, что как-то люди стали невежественные в сфере взаимоотношений, а это такая одна из важнейших сфер жизни человека. Мне кажется, что если ты несчастен в взаимоотношениях, да, то рушится все вокруг, и карьера, и деньги, и ни с кем не лаятся взаимоотношения, ни социум, ни здоровье летит, да, и от этого очень многое зависит. Ну, и вторая тут такая сторона, что, да, нас вот не учат нигде, да, не учат ни в школе, ни в институтах, ни в колледже, как вот строить отношения, да, вот как вот ребенок начинается учить ходить, да, так и мы, получается, путем, методом проб и ошибок начинаем вот строить эти взаимоотношения, да. Вот расскажи вот свое мнение, вот почему сейчас вот в серии взаимоотношений вот такое невежество, да, и, ну, вообще какие, может быть, этапы есть, вот, ну, вот как близости в выборе партнера? Ну, первое, что, да, мы все модели отношений подглядываем еще в детстве, и подглядывали у кого? Конечно, мы подглядывали у наших родителей, и что мы там подсмотрели, да, ну, мы все понимаем там вот эту историческую динамику, и, ну, там, послевоенные годы и тенденция усиливать женскую вот эту часть, да, и потихоньку она еще усиливается за счет, там, эмансипации какой-то, вот. И нам кажется, да, ну, бессознательно мы запечатываем это внутри себя как реалии. То есть наш мозг, ну, там есть же зеркальные нейроны, да, которые это, там, где мы находимся, да, детское сознание, оно очень впитывает все, все, что в пространстве, и это воспринимается как должное. И вот там рождаются наши истории о мире. Это должно быть так, это должно быть так, да, то есть женщина должна быть такая, мужчина должен быть такой. Не исходя из того, ну, из такого истинного восприятия реальности, да, исходя из каких-то, может быть, даже иногда деструктивных моделей взаимодействия между родителями, там. И это приносится уже в нашей жизни, и зачастую мы потом уже просто повторяем какие-то сценарии, ну, родительские. Ну, вот ты говоришь про этапность, да. Чем хороша, допустим, работа Байрон Кейти, она позволяет как раз идти в исследование собственного представления о мире. Потому что там, в детстве, много попадает в нас ложных идей, именно ложных. И когда вот эти ложные идеи нами управляют, у нас и получается такой путь немножко, ну, не гармоничный, кривой. Да, хорошее слово, кривой. И результаты кривые, и то, что ты вот и говоришь, да. Мы же понимаем, что эта тема очень важна, но она болит у многих. Да, близких отношений, она болит у многих. И, конечно, сейчас много тренингов, каких-то курсов, информации, которые советуют, как строить отношения. Что нужно делать, какие-то советы, там, правильные этапы взаимодействия, да. И это тоже, ну, по-своему хорошо, но вот через работу Байрон Кейти я бы, ну, там немножко другой путь, который в какой-то степени мне близок. Там путь поиска своей внутренней правды, не внешнего знания, где тебе говорят, вот делай так, делай так, и будет тебе вот так. Ты осознанно идёшь, да, вот как бы заставляешь себя это делать, и ты прокачиваешь свою личность, так можно сказать. Ты идёшь от личности уже, проработав её, правильно? Ну, да, и там подразумевается, что ты когда так действуешь, ты как будто уже становишься таким. Ну, и, соответственно, получаешь результаты. То есть это один путь, да, это одна модель. И она тоже работает, она тоже даёт результат. Но, допустим, в моём случае, когда я проживала там свои кризисы, свои неудачи в отношениях, я тоже очень много читала этой литературы, старалась исследовать каким-то моделям, но я наблюдала, что я во многих случаях, ну, просто проваливаюсь, не сдаю экзамен. Да, мне говорят, делай так, а у меня получаются какие-то другие действия, другие реакции, другое поведение. Я хочу и не могу, я как будто не справлялась. Или то, что я делала, оно у меня не работало. Я вообще в какое-то чувство вины уходила. Только женщина, я вообще не способна ни к чему. И не могу быть такой идеальной, значит, не имею права на счастье. Вот к такому выводу я пришла. И, ну, для меня был грустным таким выводом. И потом я плавно перетекла в работу Байрон Кейти. Работа Байрон Кейти... Она в своё время пережила такой опыт трансформации после 10-летней депрессии. Ну, и осознаю, увидела, то есть, что вся боль, все наши переживания, вся наша разделённость, корявый путь связан именно с тем, во что мы верим, а не с тем, что происходит. И вот я прочитала её три книги трижды. И я не увидела там ни одного совета. Только опыт, да, свой? Это даже опыт. И она ведёт, как будто не через... Делайте так, делайте так, делайте так, и будет вам счастье. Она идёт другим путём. Убирайте всё лишнее. Убирайте все свои концепции, идеи, представления. Идите чистым незнанием о самом себе, о мире, и будет вам счастье. Ну, у нас очень же много, мы все живём в шорах, да, и нам очень трудно. Ну, вот это если связать с самотипологией, да, то мы же рождаемся и приходим с сущностью. А когда у нас... Даже если два одинаковых самотипа, да, вот поселить их в разные семьи, да, в одну благополучную, а в другую неблагополучную. Вырастут два совершенно разных ребёнка, личностных уже, не сущностных, а личностных, потому что родители, социум, школа, институты, там, учителя, да, ну, вот окружение, оно начинает вот с нас, с детства накладывать нам вот свои различные установки, да. А по нейронам вот головного мозга у нас же всё, получается, записывается от самого рождения, да, и вот мы помним, что нам говорила бабушка, там, и вот эти всякие установки у нас, там, ой, чёрная кошка перебежит, да, это же всё записывается, и у нас всё сохраняется. И, возможно, иногда вот у нас появляются какие-то страхи, да, какие-то о чём-то представления, и они вообще не связаны с тобой, да, и когда ты вот начинаешь, ну, там, через Байрон Кетти, либо там ещё через какие-то методики, как раскопками занимаешься, да, и ты доходишь до того, до той точки, и ты понимаешь, что это вообще не моё, но я это почему-то принял, я в это поверил, да, и почему-то это оказалось правдой, да, и потом вот когда вот это шаг за шагом убирается, правда, жизнь становится легче, и ты смотришь уже по-другому, то есть и мир-то тебя зеркалит уже по-другому, вот. В принципе, это вот тоже самое, что сущность и личность, то есть это, ну, вот наложение уже личностных качеств на человека получается, то есть приходим-то мы совсем другие и с другим посылом, с другой, наверное, историей, да, но вот эти наложения на нас, они делают определённые, дают определённые результаты. Создают такую личную историю, там, это кармой можно называть, судьбой, там. Да, да. Как угодно, да. И вот в работе Байрон Кейти просто есть такой, ну, можно про этапы рассказать, работы. Да. Мы можем какую-нибудь мысль взять на примере. А смотри, а давай что-нибудь вот с близостью, что-нибудь такое, можно что-нибудь, чтобы на эту тему было у нас? Давай. Ну, например, я не знаю, он... Ну, если мы, ну, как женщины, да, что вот, какая мысль может, не знаю, тревожить, беспокоить. Ну, тема, либо он мне надоел, да, один вектор, либо он меня отвергает, да, то есть он, ну, давай вот возьмём в отвержение, допустим, да, девушка вечером в ожидании близости, а он приходит и говорит, знаешь, я устала и хочу спать. Он пошёл спать. И он отворачивается, она смотрит на его спину, и в этот момент она верит в мысль, он не хочет... Он её не любит, что он не хочет меня не любит. Да, он есть любовь. Да, он есть любовь, и всё, и пошла наша история. Ракушка закрутилась одна с другим, и вот такой снежный ком собрался. Да, там уже не один вагончик едет, а целый поезд. Целый состав, 200 вагонов, и с утра она ему говорит, уходи из моей жизни. Я тебя люблю, ты мне, ты сразу же, ты мне изменил, да, он ещё ничего не сделал, а только спать лёг. Догадался об этом, да. Тем более у нас, ну, женский ум, он быстрый, поэтому мы мастера в этом деле. И вот как рождается эта история, да, человек, ну, он отвернулся, он говорит, я не хочу, и всё, она чувствует себя отверженной. Она в эту мысль, он меня отвергает. И вот в работе есть этап, четыре вопроса, и следующий этап – это перевороты. Вот, допустим, четыре вопроса, как бы это звучало, да, если бы... Ну, мы можем на тебе попробовать. Давай. Смоделируем ситуацию, да, этап. Вот, допустим, ты лежишь, да, ну, какая-то гипотетическая девушка, ну, кто-то, может быть, узнает себя в похожих ситуациях, в другом, но похожем варианте. Он тебя отвергает, это правда? Да. И второй вопрос мы задаём, да, то есть наш ум говорит, точно, он же меня отвергает, он же мне сказал там, я хочу спать, это равносильно, он не любит меня. Да, то есть наш ум говорит, как ты говоришь, он ищет доказательств. Да, да. Тогда мы задаём второй вопрос. А можешь ли ты абсолютно точно знать, что это правда, что он сейчас тебя отвергает? Ну, нет, наверное, уже. Да. Абсолютно точно нет. Вот этим вопросом мы подвергаем, ну, то есть уже приглашаем человека к адекватности такой, объективности. Ну, сто процентов, да, допускай там даже если один процент сомнения будет, но это уже не стопроцентная правда. Да. Да. И тогда я задаю третий вопрос. Когда ты веришь в эту мысль, он отвергает меня, и видишь повёрнутую его спину, что с тобой происходит в этот момент? Он отвергает меня. Ну, мне становится плохо. Мне хочется закрыться, плакать, у меня плохие мысли, то есть у меня, ну, всё разрушается. Да, и какой образ будущего тебе рисуется в этот момент? Он отвергает меня. Ну, образ расставания, образ. Да, если он меня не любит, и вот этот вагон понёсся. Да, 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 состав. Да, состав, да, и всё, нам придётся расстаться, он будет меня ещё и завтра отвергать, и через месяц, и через год. И зачем мне вообще такой мужчина? Лучше я уйду. Или у нас появляются какие-то уже импульсы, решения и реакции на это? То есть когда мы создаём, верим в эту мысль, у нас создаются образы, картинки в нашем мире. Но мы уже всё на сто лет вперёд уже прорисовали, вот в этой ситуации мы уже видим всю историю там. Да. И она подтягивается из какого-то опыта прошлого, да? Когда ты веришь в эту мысль, он меня отвергает. Какие картинки прошлого тебе приходят? Может быть, когда-то был опыт негативный, да, там, предыдущие отношения, там, или где-то нас родители там нам не уделили внимания. И мы это восприняли как отвержение. Здесь, может быть, похожий момент. Угу. Да. То есть... Как раз она говорит, повёрнутая спина, она вспомнила ситуацию, когда ей было 5 лет, и мама от неё отворачивается спиной и говорит, ты никакая не нужна. И она говорит, я в отношении всей своей жизни, когда вижу повёрнутую спину, я воспринимаю это как отвержение. И вот у неё такая же ситуация вот с мужем, когда он поворачивается, она чувствует сильную боль, её отвергли, и она тянется где-то там в детство. Ну, то есть мы, получается, в детстве, да, произошла какая-то ситуация, и мы начинаем эту ситуацию себе как фиксируем, и выбираем какое-то действие, как мы будем дальше эту ситуацию в жизни проживать, да? То есть либо мы идём в борьбу какую-то, либо в какую-то вот, ну как, в жертву, да, вот как вот, допустим, повернулся ко мне спиной, и у неё сразу ей плохо, да? То есть она тогда испытывала плохо, и она на протяжении всей своей жизни, если она не отработает эту ситуацию, получается, да, не проработает, то у неё будут постоянно такие ассоциации, правильно? Да, на эту повёрнутую спину. И она как бы и хотела бы в этот момент испытывать там любовь, да, быть счастливой рядом с ним, но не может, это как фиксированная какая-то история. То есть другая, у которой нет этой травмы, она спокойно не обратит на это внимание, у кого есть и маячки на какие-то проблемы, да, их вот это и будет цеплять, можно так сказать. Да, 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 то есть и это история, которая тянется, история требует своего подтверждения, ну как ты сама сказала, да, и наш ум будет, чтобы поддержать эту историю, он будет искать доказательства, то есть он будет собирать вот этот материал. И, соответственно, когда приходит момент похожий, тут же целый пласт подтягивается из прошлого, доказательства, это же было, 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 наш ум нам так доказывает, да, он фильтрует события на предмет. Все, что не вписывается в историю, он это не замечает, а то, что вписывается в историю, он это вырывает из пространства, собирает материалы, коллектив, и потом выдает портфель с документами. Потом вот это доказательство проецируем на будущее, так было и так будет, и создаем в голове свое кино. Кино из этого, ну, воображаемого фильма об отвержении в данном случае. И в этот момент, когда, допустим, вот эта девушка, ну, там, гипотетически, что это, смотрит на это кино, как ее отвергали раньше, как он ее будет отвергать в будущем, в этот момент, как она к нему относится, когда верит в мысль, что он ее отвергает? Ну, она, наверное, либо, ну, ненависть у нее, возможно, обида какая-то, что ее недоценили, возможно, не приняли ее любовь и не хватило любви, возможно, благодарности. Да, и она чувствует чувство разделенности с ним, он как чужой, он меня отвергает, он чужой становится, он вообще немой, и хочется сбежать. И как она относится к себе, как ты вот к себе относишься, если ты веришь в мысль, он меня отвергает? Ну, как к жертве. Я несчастна. Да, несчастна, жалеть начинаешь себя. Я нелюбимая. Да. Я недооцененная. Недооцененная. И вот этот образ недооцененной, вот ты говоришь, да, что человек начинает к этому как-то адаптироваться. Мы адаптируемся как? Мы либо начинаем, чтобы быть оцененным, да, мы стараемся, тогда прилагаем сверх усилия, если мы чувствуем недооцененность, нелюбовь к себе, я нелюбимая. У меня одна стратегия будет, я сейчас буду так стараться выпрыгивать там из штанов, чтобы он все-таки меня полюбил. Быть хорошей девочкой, заслужить любовь. Да, есть такая книга, хорошие девочки попадают на небеса, а плохие, когда хотят. Да. И вот ради этой любви мы иногда готовы на все. Переступать через себя, идти на компромиссы, соглашаться тогда, когда нам не хочется соглашаться с другим, да. Делать то, чего нам не хочется. И в то же время у нас появляется страх проявиться, сказать нет, допустим, мне это не подходит, я этого не хочу. Потому что нам кажется, что если я это скажу, он точно меня разлюбит. Если я скажу в желаниях, он точно не будет со мной. Мне кажется, ты знаешь, Катя, тянется, наверное, всем из родов СССР, да, и когда нам вот это прямо навязывали, что мы должны быть хорошими девочками, да. И вот этот перфекционизм, это все дети Советского Союза, да, они же все страдают вот этим перфекционизмом, да. Они не умеют отпускать ситуацию, не умеют доверяться Вселенной, что, да, ты сделала на 80%, 20% за тебя это делает Вселенная, да. Она лучше знает, но мы пытаемся что-то заслужить своим перфекционизмом, да, вот этим, и любовь, и чаще всего это отличницы в школе, девочки, которые пытались заслужить любовь мамы. Это я. Это уже я. Сейчас, сейчас я уже. Я какая-то болезнь. Вот, и мысли потеряла. Но вот то, что, как бы, получается, это все тоже родом из детства, и нам вот это навязали. И вот сейчас вот, как вот, мы же тоже из своего опыта, опять же, стараемся говорить детям, ты должен быть послушным, да, ты должен быть таким, да, а ты ведешь себя в школе так, учителя опять говорят так, да. А с другой стороны, он должен быть вообще самим собой, да, чтобы ему вообще в жизни потом состояться. Потому что мы же со всеми этими наложенными травмами, у нас не получается, там, у кого-то в семье, у кого-то в карьере, у кого-то, ну, у каждого в какой-то сфере, вот, провал, да, потому что мы все время пытаемся чему-то. Да, да, мы все время надеваем маску, мы все время хотим кому-то соответствовать и чему-то. И получается, что наша истина, это вот наша сущность, она вот бедная там забита опять вот этими личностными стереотипами и масками, вот. Да, и жизнь превращается в какое-то такое движение, в спектакль. Мы играем на сцене, сами не понимаем, ну, то есть у нас-то цель какая? Быть любимыми, да, потому что для нас это как способ выжить в этом мире, чувствовать себя, как оно принято. Соответственно, ради этой стратегии, цели мы много стратегии используем. И мы начинаем прятать вот этот образ себя нелюбимой, да, выдавая образ, вот, я сейчас буду хорошим. И это много напряжения очень в этом. То есть мы энергию спускаем совершенно не туда. Да, и ради этого образа быть хорошим, то есть мы много действий совершаем, те, которые бы не делали, если бы не было этой цели. И вот мы, допустим, в третьем вопросе, как ты реагируешь, когда ты веришь, что эту мысль он меня отвергает, да, мы исследуем вот этот сценарий наш жизненный, в который мы играем. То есть мы видим, как вот эта мысль заставляет нас чувствовать себя плохо и компенсировать какими-то другими действиями, да, там, мы можем вообще сбегать из отношений. Как только почувствуем первый вот этот холодок с партнером, да, наша стратегия может быть дистанцироваться и рвать отношения. Тогда мы можем не уйти в близкие отношения. Другая стратегия, мы можем доминировать, допустим, и сказать ему, ты должен любить только меня, и поворачивайся, и делай, что я скажу, и тогда мне будет хорошо, да, это тоже стратегия. То есть у нас мы можем подчиниться этому и плакать втихаря, можем уйти из этого, сбежать, или можем подчинить партнера. Но ни то, ни то не делает нас счастливыми, потому что мы всё равно несём в себе вот этот образ нелюбви. Нелюбви, получается, к самой себе, да, то есть любой партнёр будет нам зеркалить нашу проблему, то есть не будь этот мужчина, будь другой, он тебе всё равно отзеркалит твою боль, которая есть у тебя. Да, потому что я верю, что я нелюбима в этот момент. Да, то есть как получается тут дело-то совсем не в партнёре, а дело в тебе, и ты видишь только то, что у тебя болит. Да, в своём отношении к себе дело в этом. И, соответственно, мы ожидаем, что придёт человек, который нас полюбит такой безусловной любовью, будет нас любить, будет закрывать все наши потребности, эти дыры, нашу боль внутреннюю, да, что он станет нашим, ну, счастьем. Мы делаем очень большую ставку навстречу партнёра, да, такого избранного там человека, который нас спасёт, по сути, спасёт от самих себя. И вот то, о чём пишет тот же Шнарк, про которого я говорила, что пары зачастую, ну, там, не знаю, в 99% случаев мы так вступаем в брак. Как он говорит, к браку не бывают люди готовы. Это брак готовит людей к самим себе. То есть как раз, когда мы вступаем в эти партнёрские отношения, да, и начинается вот это трение, когда наши ожидания не удовлетворяются в полном объёме, тогда мы сталкиваемся со своими вот этими ограничениями, страхами. И тут у нас появляется возможность либо использовать эти три стратегии, выдвигать, подчиняться, доминировать, да, либо начать расти. И вот что такое рост, да, это рост к своей целостности, к налаживанию хороших отношений с собой. Когда мы вырастаем из детских каких-то моделей, становимся более зрелыми, самодостаточными личностями. И вот здесь очень хорошо соединяется с работой, чтобы, как понять, что такое целостность, да. Он говорит, что когда пара постепенно, вот друг за дружкой, они обретают вот эту целостность, когда моё самоощущение не зависит от того, как ко мне относится партнёр. Я чувствую себя хорошо всегда, везде, при любой погоде. Потому что у меня хорошее отношение с собой. И в этот, и неважно там, и это не про эгоизм какой-то, да, это про способность держаться на своих ногах, про опору внутри себя. И на самом деле это делает нас более... Уверенными. Уверенными, спокойными и готовыми к диалогу. Никто не поднялся именно к искренности, честности, открытости. А я вот тоже готовилась к эфиру, да, и вот как раз тоже там про уверенность, что уверенность говорит, если человек, особенно про мужчину, да, если ты видишь уверенного в себе мужчину, значит, у него очень сильная сексуальная энергия. То есть вот у женщины немножко по-другому, а мужчина вот выдаёт уверенность в себе, что если мужчина уверен, это значит 100% здоровый, здоровый такой сильный самеду, да, вот именно вот про сексуальность. То есть уверенность, это тоже такой один из ярких показателей в жизни людей. Почему? Вот сейчас, допустим, да, мы можем взять наш пример, он меня отвергает. Как вот эта девушка, да, ну, гипотетическая, будет вести себя в отношениях, ну, допустим, во время интимной близости, неся в себе эту историю, он меня отвергает. Ну, она будет, мне кажется, как бы прислушивать, прогибаться под него, подстраиваться. То есть она не будет какие-то свои желания, возможно, проявлять, да. То есть она, ну, будет, ну, как, ну, как прислушивать, я не знаю, слово такое, как угождать ему, да, во всем. Но на себе, как бы, она поставит табу, потому что ей нужно быть хорошей, ей нужно будет служиться, ей нужно... Чтобы он ее захотел в итоге, она будет для этого все делать. Да, да, захотела, чтобы он потом еще пришел и остался с ней, да. То есть у женщины же стратегия наперед, и поэтому она будет все делать. А потом, если вот, ну, они будут вместе, у нее же начнет эта вот ломка внутри пойдет, она начнет уже, ну, вот как ты рассказываешь по трем моделям, либо она начнет прогибать его, да, либо там еще что-то, но пойдет конфликт, потому что она не захочет, так как изначально она себя вела. Так, потому что она была... Да, 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 да. И вот еще очень важно заметить, что ее внимание, так как она живет в истории, он не отвергает ее внимание, находится в его голове. Момент, да? То есть она думает о том, что он думает о ней. Да. Соответственно, ее внимание будет считывать с него, как он к ней относится, как он посмотрел, как он коснулся, как поцеловал, что он сделал, отвернулся, холодный, не холодный, то есть ее все внимание в нем. Да, да, да. Нет никакой в контакте с собой. Она не чувствует себя, и, соответственно, она не чувствует свое тело, импульсы она свои не проявляет, потому что она с ними не связана. И зачастую такие сексуальные проблемы, которые возникают, которые мы решаем какими-то техниками, зачастую имеют проблему как раз вот в этой разделенности с собой, потому что наше внимание, мы занимаемся делами другого человека. Ну да, есть твои дела, да? Дела Бога, дела другого человека. Да. Потому что пока мы своим вниманием в голове другого, в этот момент в нашей голове, ну, пустота. Да, и мы чувствуем себя одинокими не от того, что нам не уделяют внимания, а от того, что мы на... Мы сами себе внимание. На себя не направили, да. И сколько мы возвращаем внимание к самому себе, тут происходит алхимия, просто волшебство. И это то, за что я люблю работу в Байронкете. Это тот вопрос, который я не видела нигде больше. Четвертый вопрос в исследовании звучит... Переворот? Нет, еще четвертый вопрос в исследовании звучит. Кем бы ты была, ты лежишь на кровати, ты видишь его повернутую спину, и кем бы ты была в это мгновение, если бы ты не могла верить мысль, он отвергает меня. Без этой силы. Без счастливым человеком. Без вот этого состава с вагоном, да. Просто делит, делит. Я счастлив. Делит и я... Будущее, да, остается просто момент здесь и сейчас. Ну и счастливый человек, потому что уже нет этой мысли, ты можешь спокойно так же отвернуться и лечь спать дальше. Можешь обнять человека, да. Вот смотри, смотри, вот ты сейчас сказала, можешь обнять. Вот у меня тоже, я представила себя в этом моменте, если бы я была без истории. У меня первый импульс – обнять его сзади. У меня первое, мы, допустим, спим, я люблю спать на одном боку, муж на другом, но нам из этого вообще никак. Мы можем проснуться потом, обнявшись, да. Но мы когда засыпаем, мы чаще всего засыпаем, прижавшись спиной к друг другу. И для нас это вот самое идеальное засыпание, да. Но проснуться мы можем уже утром, да, и мы, обнявшись, спим, да. Но засыпаем мы вот так, и нам так по кайфу, нам вот так нравится. И эта история, что это про нелюбовь, да, и можно в этом наслаждаться. То есть и в этот момент ты чувствуешь себя какой, когда ты без какой-либо истории об отвержении? Счастливый, спокойный, гармоничный. То есть я, ну, как бы сама в себе, я спокойно, в состоянии, мне кажется, гармонии. Вот. Такое чувство цельности. Да, гармонии. Такой спокойной силы. С тобой всё хорошо. Да, да, да. Ты так отверживаешь, да. То есть мы видим, что когда я верю в мысль, он меня отвергает, я тут же начинаю чувствовать себя нелюбимой. Да. Как бы история о себе, как о нелюбимой, такой образ себя нелюбимой. Но если мы убираем все мысли в этот момент, все свои истории, мы видим, что с нами в каждый момент времени всё прекрасно. Да. И это вот как раз про тот твой вопрос, когда ты говорила, что, а если, ну, какие технологии, шаги там, что нужно делать в отношениях. Вот этот вопрос, он всё обнуляет, и мы видим, что у нас всегда уже всё есть. В каждый момент времени вот из этого состояния мы чётко всегда видим правильное, эффективное действие из этой ясности. Нам не надо носить каких-то идей, концепций больших. Мы просто живём этот момент очень чисто, и он всегда гармонично проигрывается. Катюша, а вот такой тоже вопрос. Многие тоже, ну, как бы, озадачены в этом мире сейчас этим вопросом. Кстати, много женщин после рода. Сейчас с тобой, вот прям я хочу, чтобы мы хорошо так подошли, да, завершим. И вот, давай теперь сравним, как бы это, там, как бы эта девушка, да, если бы она никогда не верила в историю про отвержение, как бы она входила в мотивную близость? Мне кажется, спокойно, уверенно, с наслаждением, то есть, она бы входила, наверное, с чувством собственного достоинства, наслаждения, наслаждения вообще и собой, и партнёром, да, и она бы была, наверное, в моменте здесь и сейчас, то есть, она получала бы удовольствие от этого. То есть, она бы не была... Я уже это всё представляю, у меня уже картинки, красиво рисуются, появляется какая-то искра, там, как будто какое-то мёртвое было, такое пространство, да. Она же была в его голове, получается, то есть, она делала механические действия, но голова её была там, да, а тут, получается, сейчас она сама с собой, и она в гармонии с собой, и когда она в гармонии с собой, да, и она может мужчине-то больше дать, то есть, чем она... Ну, это же тоже вот по чакровидению, да, что женщина наполняет мужчину, да, и вот мужчину-то, его нужно подпитывать вот этой женской энергетикой, вот этой сексуальностью, да, и в итоге женщина либо это спускает на творчество, да, либо это в мужчину она спускает, вот, и для них-то это важно получается, и, ну, и вот в этом моменте, когда она наполнена, и она сама собой, она и наполняет мужчину, и там не нужно уже никаких доказательств, он это просто считает с неё и прочувствует это, и он, конечно же, вернётся к ней и будет с ней. Да, и в этот момент, заметь, что у неё нету цели наполнить его чакрами. Да. Она слаборна от этой истории, но это происходит естественным, природным образом, когда она становится сама собой. И вот чем мне нравится работа? Она не даёт советов, она убирает лишнее, и всё становится совершенным образом идеально. то есть, когда мы уходим вниманием в себя, мы становимся предельно гармоничными, эффективными, и природа начинает жить, как, не знаю, как цветы, которые распускаются, как деревья благоухают, как весь мир живой, ну, вот живой, да, в своей красоте. Там же нету идеи, концепции. И вот эта наша природная красота, она в каждом есть. Мы её задвигаем просто своими идеями, мешаем проявляться это. Но когда мы вот как капустные листы это всё снимаем, мы остаёмся в этой, ну, просто чистоте. И именно из этой целостности, из вот этого внимания на себе, контакта с собой, что она чувствует к партнёру, посмотри. Ну, я вот вижу почему-то благодарность, любовь, хочется отдавать. Видишь, очень щедрое состояние, очень открытое, доверительное и такая соединённость. И как это отличается от того образа, который предатель, который этот, который отвергал её, вернувшись спиной. она хотела, от него хотела забрать вот это, да, его внимание, да, а то она, наоборот, хочет это внимание сама ему дать, но потому что ей, опять же, есть из чего уже давать, так как она наполненная. А там она получается опустошённая, и ей хочется эту энергетику как бы подсосать у него, под вампирить, да? И вот об этом весь Шнарх, вот он пишет про это, что когда мы целостны, наша жизнь обретает вообще другие краски, и взаимодействие с партнёром становится на качественно другом уровне. то есть задача не столько даже набраться каких-то техник там сексуальных, а задача первая, первостепенная, стоит вопрос своей целостности. Работа Байрон Кейти как раз вот помогает эту целостность обретать. По мере исследования собственных мыслей мы соединяемся с тобой, и нам тогда легче взаимодействовать и с партнёром. И наша интимная связь начинает быть вот, ну, то всё, что ты описывала, очень ярко, красочно, много наслаждения, страсти, искристости, и пары могут оживать спустя 20 лет брака, да, они могут это обретать друг с другом. А, Катюш, мы будем делать переворот или нет? Или я могу тебе вопрос задать? Ну, давай мы просто скажем, что в работе есть ещё такой этап, как переворот. Мы берём первоначальную мысль, он меня отвергает, переворачиваем на себя. Я себя отвергаю. И мы видим, как ты это делаешь, да, когда ты веришь в историю, я плохая, я любимая, я себя отвергаю, я себе не нравлюсь. И вот это нарушение целостности, у меня плохие отношения с собой. источник в этом. И я следующий переворот на другого, я отвергаю его. в этот момент, когда я в своей истории, я отвергаю его. Почему это может быть больше правды? Ну, наверное, потому что в тот момент, когда он лежит к тебе спиной, ты уже потенциально начинаешь его тихо ненавидеть. потому что он такая сволочь, не считал мои мысли и не повернулся ко мне и не обнял. Ну, ничего, что он просто не экстрасенс. Он просто пришел, устал и лег спать, да, но мысль уже запущена. И в наше будущее, помнишь, который этот состав с вагонами, да, где ему уже, он 10 лет в будущем будет сомненно так делать, все, и завтра от него ухожу. Он еще даже не знает об этом. Я его уже отвергла, уже с ним рассталась, уже, не знаю, завела новый роман, чтобы ему отомстить, да, но там куча стратегий у нас. Но я его отвергаю, то есть у меня разделенность не появляется. Я хочу от него получить, но вместе с этим я отвергаю его того, кто просто сейчас устал. Даже я даже неуважительно отношусь к его потребности просто поспать. Отвергаю его. Ну, то есть все внимание на себя. Я хочу перетащить все внимание на себя. И вот эти перевороты важны для того, чтобы заметить, как мы это делаем, как мы разрушаем сами свою внутреннюю жизнь и жизнь, ну, с нашим близким человеком. Важно это увидеть. Пока мы это не видим, когда бессознательно это несется, мы на те же грабли наступаем, потом просто развод, там, 10 лет, ты кто? Не помню. Да? Мы понимаем, откуда, как это произошло. А вот эти исследования позволяют нам понять, где наша стратегия не верна. И третий переворот будет звучать на противоположной. Он не отвергает меня. Можно слово противоположное подобрать. Что он делает? А он любит меня. Любит меня. И когда он повернулся спиной, лежит на кровати рядом, он любит меня. Почему это может быть правдой? Ну, что-то ничего не приходит в голову. Но приходит в голову, что он сам себе позволяет быть самим собой. Ну, как это связать с любит меня, не знаю. Ну, если человек позволяет себе быть самим собой, значит, у него хорошее отношение с собой, он любит себя. И только из этого состояния он может любить и других. Ну, да, да. Он сейчас проявляет такую заботу, ну, как бы цельность такую, да. И иногда мы, нам не хочется, но мы делаем. Да. Для того, чтобы не потерять партнера, да, для того, чтобы заслужить его любовь. Но мы как будто не честны. Это какая-то игра. Сейчас буду изображать такого любящего, и ты никуда потом не денешься, да. То есть, а здесь он честный, это тоже проявление любви, его честность. Угу. Меня, да, мы можем посмотреть, что он сейчас здесь, рядом с ней, а мог быть, рядом с другой. Угу, мы все дистанцируемся, а факты говорят о том, что он сейчас с тобой в постели. И можно опереться на это, как минимум, да, в любви. Да, это, знаешь, как из истории, что женщина говорит, вот там, ты меня не трогай, да, там, начинается, там, мужчина хочет обнять, они там вроде бы ругаются, то все, и а потом она там жалуется, вот там, Господь меня забыл, да, и мне там все, и ей говорят, да, Господь в каждом мужчине есть, да, и он сколько раз пытается к тебе прикоснуться, да, тебя обнять, тебя поцеловать, да, ты все время его гонишь, и как же он может к тебе, он уже не знает, как к тебе достучаться, да, он и через мужчину к тебе приходит, но ты все время его сама отвергаешь. И это вот история про это. Да, и мы не знаем, что, допустим, у этой истории ей предшествовало. Возможно, она, живя в этой истории, он меня отвергает, несколько раз ему уже отказала, может быть, да, или так себя вела, чувствуя себя уже заранее отверженной, да, мы же как закрываемся, дистанцируемся, холод, не трогай меня, мстим, да, ну и мужчина, он как бы считывает это, и, ну... Ну и нас зеркалит, нас зеркалит, он нам придет прожить ту ситуацию, в которой у нас есть боль. Это... Ты знаешь, так вот пример, вчера тоже изучала арт-терапию, и там была такая история, вот на уроке разбиралась, что вот ты идешь, да, и у тебя есть своя внутренняя боль, допустим, ты живешь с алкоголиком, да, и ты, ну как бы, не обращаешь внимания, ну, в общем, запудриваешь сама мой мозг, а проблема не решается, и проходит, а ты просто идешь, и проходит мужчина, от которого пахнет алкоголем, и он как бы, ну вот, пьяный, да, и у тебя вот раздражение, чувство раздражения возникает, да, и ты можешь даже там крикнуть на него, еще что-то, да, и мы же это вот как бы в нашей обычной жизни так это и воспринимаем, да, вот с раздражением, с агрессией, а если посмотреть вглубже, да, и подумать о том, что, а если этот мужчина исполнил, вот который сейчас прошел, он исполнил свой долг, он тебе показал на то, что у тебя есть твоя нерешенная боль, и если ты ее не решишь, у тебя не будет хороших отношений ни с мужем там, а если у тебя не будет отношений хороших с мужем, то у тебя не будет отношений как бы с мамой, да, но это же все-таки тоже родовые программы идут, да, и вот, это что нужно вообще поблагодарить этого человека о том, что он вообще тебе об этом напомнил, что у тебя есть твоя боль внутри тебя, которую нужно решить, вот, и не переходить на раздражение и агрессию, а наоборот, благодарить. В принципе, я не могу сказать. Здесь искусственно, да, если есть раздражение, иногда очень сложно поблагодарить, совет прекрасный, но иногда он просто не работает. Бывали у тебя в жизни ситуации, когда ты понимаешь умом, что ты сейчас должна испытывать любовь, а ты подошла бы и стукнула его? Да, мне кажется, это каждый нормальный человек испытывает. Ну, я понимаю, что ты должна быть благодарной, но я его сейчас ненавижу, что мне с этим делать. И вот в этом смысле, мне опять нравится работа, мы что делаем? Мы берем эту мысль, он, ну там, того же пьяного человека, да, он не должен пить, там, или он меня раздражает, он меня раздражает, он меня раздражает, а я бешусь, потому что он меня раздражает, он бесит, там, не знаю, он алкоголик. И я беру эту мысль, тоже пропускаю через эти четыре вопроса, делаю перевороты, и вот там я нахожу эту боль, и я вижу, как мой ум со мной играет, и через исследование я могу от этой боли освободиться. И к концу я прихожу как раз к тому, с чего ты и начала, испытываю благодарность за то, что он мне помог освободиться. Без исследования это сделать очень сложно. Пока мы видим, что за этим прячется, да, конечно, это все наши подарки, там, как Баран Кетти говорит, все для вас. Каждая такая ситуация, это шанс вам освободиться. Но как мы можем освободиться, пока мы неясно не видим? То есть наша реакция просто говорит о том, что мы воспринимаем неясно момент, искаженно. Ясность нужно обрести. Вот мне помогает в этом смысле работа Баран Кетти, обретать эту ясность после исследования своей истории о том, что происходит. Катюша, вот вопрос я хотела задать. Особенно многие женщины, вот после родов, да, сталкиваются с такой проблемой, что до рождения ребенка все было супер, да, вот в сексе, да, а потом вот появляется ребенок и где-то на уровне физиологии, ну, возможно, какой-то блок начинает проявляться. Чаще всего у женщин, это, да, я от мужчин, в принципе, не слышала, они не испытывают вообще оргазм. И вот ходят они на практике, да, там, и, не знаю, ходят там уже вместе с мужем и к сексологу, и на всякие интим-магазины, но, в общем, все остается на том же уровне. А вот тут как-то, вот может вот эта работа Баран Кетти, плюс вот этот курс по сексологии, шнарха, да, вот как-то помочь вот в этом вопросе. Ну, первое что, то есть надо понять, что является как бы хорошим пространством для оргазма, наше состояние, ну, как минимум, да, допустим, то есть здесь можно работать комплексно, и, конечно, все вот эти...